Всем добрый вечер, с вами как обычно Сергей Багрий и тема нашего семинара анализ текущей ситуации на основе уровня Фибоначчи. Мы с вами сегодня проведем анализ постным на влетном паре металлом, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Сперва хотел бы убедиться в том, что вы меня хорошо слышите, видите, поэтому попрошу подтвердить плюсиком в чате. Вопросы вы сможете задавать только после того, как вы идете в личный кабинет, но в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти простую регистрацию на сайте alpari.com, после чего вы получите полный доступ ко всем сервисам компании Alpari. Итак, вижу реакцию, вижу ваших плюсиков, всем большое спасибо, будем начинать, приступим. Итак, перед вами открыт график валютной пары евро-доллар, таймфрейм 1 час. Ну что ж, тренд бейчей, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с повышением. Мой прогноз оказался верным. Я еще на прошлой неделе прогнозировал рост. В последний раз открыть ордер на покупку нужно было по цене 1.17.45 и в последний раз такой цены было в день 23 августа. Обратите внимание на то, что на тот момент на основе последней бейчей волны, которая началась еще с минимума 17 августа и завершилась на максимум 21 августа. Состоялась коррекция на 50 процентов. Вот как раз в день 23 августа при достижении уровня 1.17.45. Я прогнозировал рост до уровня 100 параштарей и фибоначчи. Рост состоялся еще в последний день недели. В последние часы, как говорите, уровень 100 параштарей и фибоначчи был достигнут. И те, кто зафиксировали прибыль, смогли заработать примерно 150 пунктов. Наша последняя цель расположена на уровне 163.8 по расширению фибоначчи. Я жду рост как минимум до уровня 1.20.00. Но если, конечно, вы в рынке, то стоп-лосс рекомендую перевести в положительную зону. Вдруг, если валютный опар не дойдет до уровня 1.20.00, если вдруг начнется разрод, то, по крайней мере, можно будет выйти с рынка с небольшим профитом. Так что тем, кто в рынке, рекомендую перевести стоп-лосс в положительную зону чуть ниже уровня 100 по расширению фибоначчи. Сегодня рынок открылся с гэпом вверх. Сегодня бокам удалось обновить максимум пятницы. После чего валютная пара торговалась с понижением. И в последние часы торговля ведется в узком боковом диапазоне. Ну что ж, ждем продолжения тренда. И хочу также обратить ваше внимание на то, что актуальная бычая волна началась с минимума 23 августа. Завершилась на максимум с сегодняшнего дня. Опоздавшим и тем, кто вне рынка, рекомендую рассмотреть покупки с уровня 1.18.50, если, конечно, будет такой цены. Пока что этого нет, пока что этого не было, поэтому пока что опоздавшим рекомендую продолжать оставаться вне рынка. Ну и заодно я бы хотел, конечно, увидеть, у кого какие результаты. Кто-то открыл ордер на покупку? Среди вас есть те, кто верили в рост евро по отношению к американскому доллару? Если да, то давайте делиться мнениями, результатами. Напишите, у кого какие результаты по этой сделке. Да, рассмотрим 4 часа чуть позже. Сперва быстро пройдемся по часовым графикам. Далее, британский фунт доллар США сменил направление, тренд был медвежий, но при закрытии дня 25 августа мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. В день 25 августа во время американской сессии БКМ удалось обновить уровень, с которого началась последняя медвежья волна. И так как день закрылся выше, мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте, то есть о рождении бычьего тренда. Ну что ж, актуальная бычья волна началась минимум 24 августа, завершилась на максимум сегодняшнего дня, уровень с которого началась коррекция, но пока что необходимая коррекция на 50% так и не состоялась. Уровень 1.28.50 сегодня не был достигнут, поэтому сегодня мы с вами пока что продолжаем оставаться вне рынка. Далее, по валютной паре доллар США швейцарский франк, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением по тренду. Тренд у нас медвежий, актуальная медвежья волна. Началась с максимума 16 августа, завершилась на минимум пятницы, на минимум первого же часа сегодняшнего дня. Сегодня рынок открылся с гэпом вниз, в сторону тренда, после чего началась коррекция, коррекция минимальная. И, как говорите, валютная пара вновь продолжила движение вниз, обновляя минимум первого часа. И пока что нам с вами, конечно, ничего не остается, кроме как продолжать оставаться вне рынка. До этого продавать нужно было по цене 0.9675, у меня как раз добавлен уровень по этой цене. В последний раз открыть ордер на селл нужно было в день 23 августа. И вот сейчас плавающая прибыль составляет примерно 115 пунктов, с чем я вас и поздравляю. Конечно, если вам удалось открыть ордер на продажу. Торговать нужно было только в сторону медведей. Пусть, конечно, до этого мы с вами видели некий рост, пусть, конечно, мы с вами видели активность со стороны быков. В этот раз коррекция составила больше, чем 61%. Но, опять же, правило есть правило. Мы с вами не получили подтверждающий сигнал о развороте. Этим самым мы с вами должны были продолжать торговать по медвежьему тренду. И, как говорите, не зря, так как уровень стопора ширины фибоначчи был достигнут. И последняя цель расположена на уровне 160 района 8 по расширению фибоначчи. 0,9460 уровень, при достижении которого нужно будет фиксировать прибыль и выходить из рынка с профитом. А пока что, конечно, если вы в рынке, держите открытую позицию до уровня 160 района 8 по расширению фибоначчи. И стоплостно всякий случай переводите в безвыток или в положительную зону. Вячеслав просит евро и японскую иену по часовому графику и по четырехчасовому графику. Вячеслав, пока что обещать не буду, но если время позволит, то обязательно рассмотрим эту валютную пару. Идемте дальше. По валютной паре доллар США и японская иена. Тренд пока что бычий. Тренд еще не сменил направление. Последняя бычая волна началась еще с минимума 11 августа. В день 18 и даже 21 августа были попытки со стороны медведей сменить направление рынка. Им этого не удалось, поэтому мы с вами должны продолжать торговать по бычьему тренду. Рекомендую рассмотреть покупки при преодолении уровня 109.85. Такой цены сегодня не было, такой цены на прошлой неделе не было. Поэтому пока что все еще продолжаем оставаться вне рынка. Но возможно на этой неделе мы с вами увидим рост и продолжение тренда, то есть укрепление доллара по отношению к японской иене. Что касается валютной пары доллар США и японской иены, тренд бычий, тренд сменил направление. Давайте мы с вами вернемся по истории. Хочу обратить ваше внимание на то, что смена тренда состоялась при закрытии дня 16 августа. Но открыть ордер на покупку нужно было в день 17 августа, то есть 18 августа, 23 августа, 24 августа. И вот в последний раз уровень 50 по Фибоначчи был достигнут в день 25 августа. Хочу также обратить ваше внимание на то, что в этот раз состоялась идеальная коррекция на 61%. Коррекция на 61% состоялась в день 24 августа. С чем я поздравляю те, кто открыли ордер на бай именно с уровня 60.8 по Фибоначчи. Я рекомендую рассмотреть открытие ордеров с уровня 50. Почему? Потому что не всегда есть коррекция на 61%. Поэтому для того, чтобы мы с вами не остались вне рынка, лучше открыть ордер по цене чуть-чуть хуже. Пусть мы с вами заработаем чуть меньше, но зато мы с вами окажемся в рынке в нужное время и в нужном направлении. Ну что ж, что касается цели, рост жду как минимум до уровня 160.8 по Решери и Фибоначчи. Цель не поменялась. 0.81.10 с небольшим запасом. 0.81.10. Далее, по валютной паре новозеландский доллар, доллар США тренд сменил направление. Опять же, последняя медвежья волна началась максимум 24 августа. Но в день 25 августа, так как быкам удалось преодолеть последнюю медвежью волну и день закрылся ниже, мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте, то есть о рождении бычьего тренда. Сегодняшняя коррекция пока что не позволила открыть ордер на покупку. Я сегодня ожидал коррекцию на 50%. Я сегодня ожидал достижения уровня 0.72.25. Такой цены сегодня не было. Стоп-лосс нужно будет выставить за пределами волны импульса ниже минимальной цены 24 августа, ниже уровня 0.71.80. Размер стоп-лосса 45 пунктов. Если растянуть линии Фибоначчи, вы увидите, что сегодняшняя коррекция составила 38%. Как вы понимаете, это не та коррекция, которая нам нужна. Это не тот уровень, с которого нужно было открыть ордер на покупку. Пусть, конечно, при достижении этого уровня медведи встретили поддержку, но покупать с этого уровня по нашим правилам не нужно было. Ведь мы с вами должны не только торговать по трену, мы с вами должны не только открывать ордера с уровня коррекции по Фибоначчи, но и с того уровня, где стоп-лосс будет меньше и профит будет больше. Поэтому рекомендую дождаться коррекции на 50%. Что касается валютной пары, доллар США, доллар Канадис, тренд у нас медвежий, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Сегодня медведям удалось обновить минимум пятницы и у нас опять же подтверждающий сигнал о продолжении тренда, то есть о снижении доллара по отношению к канадскому доллару. Актуальная медвежья волна началась в максимум пятницы, завершилась на минимум пятницы. Сегодняшняя коррекция опять же не позволила открыть ордер на сел, ведь коррекция сегодняшняя минимальная. Но зато в последний раз те, кто открыли ордер на сел, а продавать нужно было по цене 1.2560, и открыть ордер на сел в последний раз нужно было в день 24 августа. Обратите внимание, рынок ушел в нужном нам направлении, и сейчас плавающая прибыль составляет примерно 95 пунктов. Неплохая прибыль, учитывая то, что размер стоп-лосса всего лишь 50 пунктов примерно. Вот уже удалось заработать в два раза больше. Но что касается цели, я не раз говорил о том, что ждем падения до уровня 106.8% по ширине фибоначчи. В день 25 августа медведям удалось удачно преодолеть поддержку на уровне 100% по ширине фибоначчи. И я надеюсь на то, что мы с вами увидим продолжение тренда и снижение доллара по отношению к канадскому доллару. Итак, наша цель, наша основная цель расположена на уровне 106.8% по ширине фибоначчи. Цена 1.23 и 90 с небольшим запасом. Тимур пишет, Сергей, если есть возможность, повторите евро и фонд. Хорошо, постараюсь быстро повторить евро и фонд. Ихар пишет, евро 1.17.44, тейк профит 1.19.02. Ну, это по закрытой сделке, да. Ну что ж, я поздравляю вас, вы сумели заработать. Около 158 пунктов, да, если я правильно почитал. Ну, в принципе, это неплохая прибыль. 150 пунктов не каждый день, конечно, нам с вами удается заработать. Поэтому я вас поздравляю. Ну, жаль то, что только один участник из тех, кто следит за моими семинарами, открыл такую сделку. Хотя, может, среди вас из тех, кто также открывали ордера на бай, но пока что не хотят делиться результатами. Металлы. По металлу золото. Тренд у нас медвежий. Тренд пока что все еще остается медвежим. В день 25 августа быкам не удалось сменить направление рынка. Обратите внимание на то, что последняя медвежья волна началась еще с максимума 11 августа. Были попытки в день 18 августа, были попытки в день 21 августа, 22 августа и даже в день 25 августа. Четыре дня подряд быки пытались сменить направление рынка, но им этого не удалось. И, возможно, сегодня с пятой попытки быкам удастся развернуть рынок, но для этого нам с вами необходимо будет дождаться закрытия дня. И если, конечно, день закроется выше максимальной цены 11 августа, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Но пока что, конечно, рекомендую продолжать оставаться вне рынка. Наталья пишет, я в рынке с 1.2555. Это у нас, скорее всего, речь идет о канадском долларе. Да, все верно. Наталья, да, вы удачно вошли в рынок. Профит составляет примерно 90 пунктов. Стоп-лосс обязательно переводите в безубыток. Можно даже в положительную зону. Рекомендую, если вы хотите перевести стоп-лосс в положительную зону, то, что я и рекомендую, то лучше это сделать по цене 1.2515. Это чуть выше минимальной цены 24 августа. Если даже и вдруг валютная пара развернется, как минимум примерно 40-45 пунктов можно будет заработать. Так что стоп-лосс обязательно в безубыток или в положительную зону. И ждем падения доллара по отношению к канадскому доллару. Алексей пишет, покажите фунт доллар, please. Хорошо, чуть позже, Алексей, немного терпения. Давайте мы с вами сперва рассмотрим основные активы. Закончим с металлами. И после чего мы с вами рассмотрим и евро-доллар, фунт-доллар для полдавших. Перейдем на 4-х часовые графики. По металлу серебро. Тренд пока что также медвежий. Актуальная медвежья волна началась максимум 10 августа. Пока что тренд не сменил направление. Но быкам сегодня удалось обновить максимум 10 августа. Поэтому внимательно следите за закрытием сегодняшнего дня. Если день закроется выше, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. А пока что, конечно, продолжаем оставаться вне рынка. Сергей пишет, по новозеландскому доллару поймал лося. Стоп-лосс поймал. Да, все верно. По новозеландскому доллару был получен стоп-лосс. Но опять же, как я вам говорил, нет идеальной стратегии. Нет стратегии без стоп-лоссов. Стоп-лоссы всегда были, есть и будут. Главное это придерживаться правил своей торговой стратегии. И торговать постоянно по своей стратегии. А не переключаться с одной стратегии на другой стратегии. Я сегодня как раз говорил с одним трейдером. Он говорил о том, что в последнее время не очень хорошо получается торговать. Так как ни одна из стратегий не приносит ему положительные результаты. Так вот, проблема не в стратегии. Проблема в том, что он постоянно переходил с одной стратегии на другую стратегию. 2-3 дня торговал по одной. Результаты не очень. Потом переходил торговать по другой. И опять же, та же история. И вот так на протяжении около двух недель он менял несколько стратегий. Проблема не в стратегии. Вы должны понимать то, что рынок ведет себя по-разному. Поэтому то, что вы перейдете с одной стратегии на другую, это не решит наши проблемы. Это не избавит нас от получения отрицательных результатов. Нужно торговать по одной стратегии. Вот в данном случае, да, мы с вами торгуем по Fibonacci. Это трендовая стратегия. Когда у нас одни лишь тренды, результат у нас прекрасный. Когда у нас начинается флет, смена тренда, вот тогда у нас и есть отрицательные результаты. Вот тогда мы с вами и получаем стоп-лоссы. Вот как в данном случае по новозеландскому доллару. Был тренд медвежий, тренд в минерном направлении. И как раз при развороте был получен стоп-лосс. Если с этого дня тренд будет бычим и тренд будет продолжаться в сторону буков, то у нас будут одни лишь положительные результаты. Рынок всегда ведет себя по-разному, поэтому не нужно прыгать с одной стратегии на другую. Нужно торговать постоянно по одной и той же стратегии. И тогда вы добьетесь наилучших результатов. Но опять же, секрет, конечно, не только в торговой стратегии, но и в том, как вы будете управлять своим капиталом. Я уделяю времени не только стратегии, но и правилам капиталам. И, как вы уже заметили, не раз я стараюсь открывать эрвера при соотношении 1 к 1,5, не меньше. Для чего? Для того, чтобы когда мы с вами получим 2 стоп-лосса подряд, чтобы можно было с одной сделки компенсировать убыток или еще и заработать. Вот по евро-доллару удалось заработать 150 пунктов примерно при минимальном риске. Сергей пишет, совершенно верно, отыгрался на других парах. Ну, прекрасно, отлично. Теперь давайте мы с вами рассмотрим эти же активы, эти же валютные пары, металлы, только по 4-часовым графикам. Итак, по евро-доллару на 4 часа тренд бычий. Тренд остается бычим. Покупать в последний раз нужно было по цене 1,1780. Покупать в последний раз нужно было в день 25 августа, совершенно верно. И вот он, рост продолжается. Обратите внимание на то, что те, кто торгует по 4-часовым графикам, вынуждены остаться в рынке по 2-3 недели, ждать продолжения тренда. Если вы не готовы открыть ордер на пару недель, то тогда вам лучше всего торговать на часовые графики. Вот обратите внимание на то, что 1, 2, 3, 4 недели подряд торговая власть в боковом диапазоне, даже с понижением. Те, кто открыли ордер на бай, держали просадку. Но в итоге валютная пара развернулась и продолжает торговаться с повышением. Если растянуть расширение фибоначчи на основе актуальной бычьей волны, последней, да, у нас уже другая бычья волна, то хочу обратить ваше внимание на то, что цель у нас 1,2080. Актуальная бычья волна началась с минимума 17 августа, завершилась на максимум сегодняшнего дня. И если, конечно, вы планируете торговать по тренду, это касается опоздавших, рекомендую рассмотреть покупки с уровня 1,18 и 10 на 4-часовом графиком. По британцу, по британцу тренд еще не сменил направление. По британцу тренд медвежий. Актуальная медвежья волна началась с максимум прошлой недели, завершилась на минимум прошлой неделе. Продавать на этой неделе нужно будет с уровня 1,2845, если, конечно, такой цены будет. А пока что рекомендую продолжать оставаться вне рынка. БКМ сегодня удалось омновить максимум прошлой недели. Это очень важный уровень, так как если день недели закроется выше, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Поэтому не спешите с продажами. Ждите закрытия недели или ждите достижения уровня 1,2845. По франку тренд медвежий. По франку ничего не поменялось. Мы с вами ждем падение. И падение ожидается до уровня 161,8 поры ширины фибоначчи. 0,9460 ожидаемый уровень, ожидаемая цель. Актуальная медвежья волна началась максимум 16 августа, завершилась на минимум 25 августа. Ну и опоздавшим рекомендую рассмотреть продажи с уровнем 0,9655. На этой неделе пока что такой цены не было. Поэтому опоздавшим обязательно продолжать оставаться вне рынка. Руслан пишет, опоздал, скиньте пожалуйста в сети. Да, обязательно Руслан. Завтра утром на YouTube вы уже сможете ознакомиться с сегодняшним семинаром. По иене. Тренд медвежий. По иене нужно было продавать с уровня 109,80. Такой цены было дважды на прошлой неделе. Сперва было в середине недели и потом было в конце недели. 109,80 уровень, с которого нужно было продавать. Минимум сегодня был на уровне 109,02. Прибыль составляла примерно 80 пунктов. Конечно, те, кто в рынке и сейчас с небольшим профитом. И будем ждать падения, падения доллара по отношению к японской иене. До какого уровня? Обязательно давайте мы с вами растянем расширение Фибоначчи. Итак, падение я жду до уровня 100 по расширению Фибоначчи. Как минимум цель 107,50. А последнее 106,10 с небольшим запасом. Австралийский доллар, доллар США. Так и не сменил направление. Обратите внимание на то, что... Когда это было? Давайте добавлю уровень. Это было в день 9 августа. В общем, на этой неделе Медведям удалось протестировать минимум 26 июля. Но неделя закрылась ниже. И также на следующей неделе Медведям вновь удалось протестировать. И опять же, неделя закрылась выше. И вот даже на прошлой неделе Медведям вновь удалось обновить минимум 26 июля. И опять же, неделя закрылась ниже. То есть выше. Три недели подряд Медведи пытались сменить направление рынка. Им этого не удалось. Тренд пока что остается бычим. И я рекомендую продолжать торговать только в одном направлении. В сторону быков. Рекомендую рассмотреть покупки с уровнем 0.79.70. Новозеландский доллар, доллар США. Вот на четырехчасовом графике пока что тренд медвежий. И как я вам не раз говорил, не нужно совмещать графики с четырехчасовым. Не нужно совмещать тренды. Если вы проводите анализ на часовом, значит решение вы должны принимать на часовом. По другим стратегиям, да, можно. Можно взять в расчет тренд с более большого графика, а решение принимать на более мелком графике. По Fibonacci этого делать не нужно. Итак, актуальная медвежья волна. Началась с максимум прошлой недели, завершилась на минимум прошлой недели. На этой неделе нужно будет продавать с уровня 0.72.65. 0.72.65 уровень, с которого нужно будет открыть ордер на продажу. По канадскому доллару. Тренд медвежий. Да-да, все верно. Были попытки, опять же, да, обратите внимание. Две недели подряд быкам удалось обновить максимум 18 июля, но закрытие недели подтвердило то, что тренд пока что медвежий. Не нужно было торопиться с покупками. И как раз те, кто продолжили торговать в сторону медведей, в итоге получили пропит. И сейчас, как видите, медведи, скорее всего, будут продолжать давить. И мы с вами увидим обновление минимальной цены 26 июля. Ну, по крайней мере, к этому и идет. Поэтому тем, кто удалось открыть ордер на селс уровня 1.25.60, ничего не остается, кроме как оставаться в рынке. Продолжать оставаться в рынке и обязательно стоп-лосс перевести в безубыток и ждать продолжения тренда. По металлу золота на 4 часа тренд у нас бычий. Обратите внимание, на часовом тренд медвежий, а вот на 4-часовом тренд бычий. Те, кто принимали решение на 4-часовом графике, те, кто открывали ордера на бай, покупать нужно было с уровня 1.284. Сейчас, конечно, в рынке и с небольшим профитом. Что касается цель канадец, пишет Наталья. По канадскому доллару цель канадец. Ну что ж, давайте мы с вами растянем расширение Фибоначчи. Наталья, цель уровень 100 по расширению Фибоначчи. 1.22.50. 1.22.50. Еще на 200 с чем-то пунктом я жду падения. Как минимум. Более того, пока что я не вижу никаких сигналов о развороте, поэтому ожидается падение. Но это, конечно, в перспективе. Это еще не означает то, что прямо сегодня или на этой неделе мы с вами увидим падение на 200 пунктов. Это ожидается. Далее. По металлу золота, да, тренд у нас бычий. По металлу я жду продолжения тренда. Рост я жду до уровня 1330. 1330. Цель по металлу золота. И по металлу серебро тренд также бычий. Покупать нужно было по цене 16.93. С чем я вас и поздравляю. Если вы, конечно, торговали по правилам. Вы сейчас в рынке с небольшим профитом. И цель у нас 17.93. 17.90 с небольшим запасом. 17.90. А покупать нужно было по цене 16.93. Ну что ж, давайте быстро мы с вами повторим евро и доллар. То есть евро и фонд, прошу простить. Евро и фонд, фонд, доллар. Была такая просьба. Алексей просил фонд, доллар, и еще кто-то там просил. Тимур, да. Тимур просил евро и фонд. И евро и иену. Ну, времени уже нет. Обратите внимание. Ну, давайте я быстро постараюсь. Но, итак, по евро и доллару и по фунту. По евро и доллару тренд бычий. По евро и доллару нужно было покупать с уровня 1.1745 примерно. Ну, а сейчас опоздавшим рекомендую продолжать оставаться вне рынка. И рекомендую рассмотреть покупки с уровня 1.1850. То есть не то, что на этой неделе. Сегодня, по крайней мере, ждем достижения уровня 1.1850. Завтра будем ждать достижения этого уровня. То есть сегодня-завтра мы с вами еще в ожидании коррекции, в ожидании достижения уровня 1.1850. 1.1850 уровень, с которого нужно будет покупать. По фунту тренд бычий на часовом графике. И покупать нужно будет с уровня 1.2850. Евро и иена. Итак, на часовом графике. Тренд бычий на часовом графике. Хотя, минуту. Давайте проверим. Нет. Тренд еще не сменил направление. Максимум 16 августа, 130.391. Важный уровень. Так как, если день сегодня закроется выше этой отметки, вот только тогда мы с вами получим подтверждающие сигналы о развороте. В день 25 августа быки попытались, но им этого не удалось. Сегодня опять же торговля велась и ведется вокруг этого уровня. И если день закроется выше, вот только тогда мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Так что рекомендую пока что остаться вне рынка. Ну а по четырехчасовому графику, давайте посмотрим, что у нас. По четырехчасовому графику, в принципе, ситуация схожая. Последняя медвежья волна началась максимум 16 августа. Если на этой неделе мы с вами увидим закрытие, именно на этой неделе. То есть, если на часовом ждем закрытие дня, то здесь мы с вами ждем закрытие недели. Если на этой неделе мы с вами увидим закрытие недели выше этого уровня, вот только тогда мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Ну что ж, у меня на этом все. Время прощаться. Всем большое спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. С вами, как обычно, был Сергей Багрий. Желаю всем хорошего дня, хорошего вечера. Удачи во всем. Берегите себя. До скорой встречи. До свидания. Продолжение следует...